Привчу дел, после видоса про синтезатор «Юность», многие писали в комментариях, что гитарная лаборатория закрылась, что ли, да? Они не закрывались, они всё ещё продолжают работать, делать гитары и так далее, поэтому я решил, надо принести в гитарную лабораторию скрипку. И я принёс скрипку. Я по блату. Но ты же чинил скрипки. Ты, получается, лютнер настоящий. Да. Вот как выглядит лютнер. Может, кто-то не знал, что это? Это Андрей. Казалось бы, нахрена я принёс скрипку. Ну, ты точно чинил скрипки, да? Да, было дело. По сути, это просто старая скрипка 19 века или что-то такое. Но у неё есть интересная история. История в том, что у меня был прапрадед Сергей Николаевич. Можете в Википедии почитать про него, если интересно. Но суть в том, что он был крутой чел, изобретатель, миномёт изобрёл, у Попова учился и так далее. И он играл на этой скрипке. Но прикол в чём? Все думали, что это скрипка Амати, когда он был, там, 18 век, да? Короче, оказалось, что это всего лишь подделка под Амати, но типа очень качественная. И вот такая вот скрипка. Красиво, красиво. Да. Ну, в общем, раритет и, можно сказать, реликвия, да? Поэтому было бы неплохо починить, потому что она не работает сейчас как надо. Ну, колки там не работают и так далее. У меня отец пытался там что-то чинить, но он тоже особо ничего не понимает. И боялся испортить, сломать, потерять и так далее, да. Вот. Так что сегодня посмотрим, что это и можно ли это как-то куда-то. Что мне нравится, что тут с порожком сверху всё хорошо и струны выходят с очень небольшой высоты, то есть в первых позициях на них должно быть удобно играть. Вот. Я бы не сказал, что с ней что-то не так. То есть, по сути, только колки. Ну, я не знаю. Смотри, подставка стоит прекрасно, душка установлена. Так что мы почищем, почистим её. Почистим. Да, да. И выйдет черепаха. Ты в курсе, что для скрипок есть механические иголки? Да, я узнал это, но это всё-таки не то. Тут надо как-то сохранить это. Не тот, да. Пытались что-то с ней делать. Закупали в РСФСР, РосМУСПРОМ, Московский комбинат по производству инструментов и мебели подставку для скрипки. Вот, да. Она была кретотреснута и как-то её клеили тоже кустарным способом, потому что тогда в СССР непонятно было, куда нести эти скрипки. И страшно было, типа, вот такую реликвию нести и так далее. Чехол тоже оригинальный, по-моему. Говорят, похож на гроб. Я вот, честно, не замечал, пока ты не сказал, что это гроб. Так, ну что, постараемся не навредить этой скрипке. Наверное, это главное. Наверное. Друзья, напоминаю, что магазин Skif Music проводит традиционный конкурс, в котором можно выиграть гитару. И в этот раз это крутая зелёная метальная гитара от LTD 2004 года, родом из Индонезии. Флойд, два хамбакера, Суперстрат. А что ещё надо? Условия конкурса просты. До 31 июля заходи на сайт Skif Music и делай заказ на сумму от 2000 рублей. И всё. Номер заказа это и есть номер твоего лотерейного билета. 15 августа в прямом эфире будет проведён розыгрыш, который и определит счастливчика. Все подробности конкурса, а также инфа о гитаре по ссылке в описании. И не забывайте, что на сайте Skif Music действует мой промокод Vaganich, который даёт скидку. А что у скрипок ломается обычно? С теми скрипками, с которыми имел дело я из музыкальной школы, на них просто невозможно было играть и по сути я их отстраивал. Какие? Я такие новые покупал. Да-да-да, такие я тоже отстраивал в паре клиентов. Ну там такие же проблемы, как на гитаре. Значит, очень высоко задраны пазы на верхнем порожке. И, в принципе, общая высота струн на подставке тоже очень высокая. Делаешь всё по... Типа неудобно зажимать. Ну вот так, да, вот это была основная проблема. Так, давай. Это первый. Это первый, это второй. А то, что они пластмассовые, это значит, что это уже новые, да? Это чёрное дерево. Это чёрное дерево? Посмотри, конечно. А когда упало, звучало как пластмасса. Смотрите, насколько я некомпетентный человек. Не зря я скрипку примет сюда. Здесь, кстати, с этим всё хорошо. А из чего сделана, как думаешь, скрипка? Волнистый клён и ель. Волнистый клён. Да, накладка грифа у скрипки называется грифом. А ручка грифа называется шейкой. Гриф тут из чёрного дерева. Шейка с головой, из того же клёна. У грифа также должна быть специфическая геометрия. Как и у гитары мы делаем прогиб при отстройке. Ну, небольшой, чтобы горба не было. Так и у струносмычковых должен быть этот прогиб. Но его же, кроме как рубанком или циклей, не задать. Поэтому он делается механически. Выциклёвывается и называется седло. Вообще, эта поверхность получается седловидная. То есть, у нас скругление по радиусу так и небольшое вот таким образом. Совсем чуть-чуть, там, миллиметрик вниз. Параболический гиперболит, в общем-то. Тогда бы все скрипки от старости рассыхались и потеряли бы прогиб нужный. Так и есть. Так и получается. По-моему, это чуть-чуть тоже, возможно, подцеплю у меня. Сейчас мы будем полировать гриф. Я видел, как хорошие мастера так делают. И прям полированный, блестит. Сейчас чуть-чуть этот процесс подснимем. Сошлифуем изношенные дорожки под струнами. Пошла третья самая мягкая губка. После нее уже вот нулевками добьем. Сейчас уже видно, что поверхность отблескивает под углом. Видно? Добавил чистилки вот этой вот, которая произведена в Санкт-Петербурге для струнно-смычковых. Сейчас такая влажная уже полировка с помощью пятитысячной шкурки. Чуть-чуть, едва-едва следы вот остались от струн. Вообще выглядит круто. Теперь уберем старый клей с порожка. Это специальный протеиновый клей. На капельку этого клея сейчас приклеим порожек. Скрипки собираются на... Ну, обычно на какие-нибудь животные клеи, чтобы потом легко расклеиваться и разбираться в случае ремонта. Вот мы для следующих, настоящих уже скрипичных мастеров мы верхний порожек приклеим на этот клей, чтобы мастер долго не ругался на предыдущего мастера. Колки на скрипках крутятся тяжело. Иного не встречал. Есть такая операция типа смазка колков. Ну, вообще там хорошая подгонка нужна, первым делом. А потом можно типа чем-то смазать. Одновременно не должны проскальзывать и не должны застревать так, что их не сдвинуть. Детям вот всегда тяжело. Три из четырех подходят. Тут кнопка у нас шатается снизу. Вот, а нужно, чтобы не шаталась. Поэтому мы сделаем сюда пробочку, вклеим. Потом новое отверстие. Пробочка готова. Сейчас мы ее просверлим сверлом, а потом будем развертывать под кнопку. Что еще заметил? Вот тут вот трещинки. Вот, видишь, щель и щель. Но при этом здесь был ремонт. То есть это гвоздик из черного дерева. Да, вот их так чинят. То есть здесь укрепляли и здесь укрепляли. То есть сам клец, наверное, держится хорошо вместе с вот этой частью обечаек. А вот здесь вот они чуть-чуть живут, видишь, своей жизнью. Но полно скрипок, на которых играют, у которых такие трещины, если что. Вот подбородник, кстати, музыкант под себя настраивает. И поэтому его можно двигать и затягивать в разных местах. Еще, когда устанавливается душка, скрипичный мастер, он может душку подвигать за отдельные деньги, за отдельную плату, чтобы менялся там звук и красивее все звучало. Да, да, душка это это. Это лайфхак, который я придумал. Мы таким образом возьмем и поставим. Она же падает. А мы ее вот так вот возьмем и поставим на деку. И она будет у нас стоять. И легко будет установить струны. Подставку доводить не буду. Я видел там, как разные мастера доводят, как разные подставочки выглядят. Будем считать, что это рука тут мастера и это его дизайн. Хотя, когда устанавливаешь струны, скрипку всю выгибает. И... Не, ну слушай, нормально. На глаз вообще хорошее. Для меня был сюрприз, что там есть что-то внутри скрипки. Что это? Ну, у струны смычковых есть распорка между нижней декой и верхней декой. И она ставится в районе ножки. Ну, как сказать. Если вот так смотреть на скрипку, то это в районе правой ножки. Вот там вот. Можно посмотреть чертежи в интернете. Посмотреть... Чтобы она звучала. То есть без дужки инструмент звучит бездушно. А-а-а. Да. Дужка от слова душа, как говорят все, значит, мастера. Как запихивать специальным инструментом. Здесь такая штука. А-а-а. Да-да-да. То есть вот следы от старой. А я забыл, как она называется. Она как называется эта фигня? Дужка запихивательная. И с обратной стороны такая вот на вид, как шестереночка, которой мы потом внутри эту дужку двигаем. Дужку можно подвигать и как-то изменится звук. Обычно это делается с помощью кучи итераций. То есть она там выпадает и с первого раза не удается нащупать. Она вот так опускается. И потом под ножку аккуратненько. Большое количество дублей нас ждет впереди. Какой там стройск? Я не помню. Соль, что-то ми. Да. Ну, зажимается нормально. Так, а вот эту я бы поменял, наверное, на более толстую, которая лежит в кейсе, например. Так, и мы подточим, подставочку подточим сверху, чтобы красиво выглядело. Смотри, чтобы у тебя не выскакивал колок, у тебя должен колок полностью до конца заходить, ну, с нужной стороны. Бывает, когда накручиваешь струну, количество витков, ну, например, вот сетствот, видишь, его можно вот так вот, да? И вот я начинаю его, ну, как бы, подтягивать и внутренне поддавливать, чтобы он там на трении стоял. И туда могут упереться лишнее количество витков. И начнут эти витки пружинить. И будет у тебя колок вылетать. Вот тоже причина, по которой может вылетать колок. Работает. Так, и что ты сделал в итоге? Что сделал? Отстроил скрипку, по сути. А так, в принципе, как оцениваешь? Нормальный инструмент? Ну, нормальный. Ну, в музыкальной школе вот хуже. Да? Не хотел бы я музыкальную школу. Ну, мы-то с тобой что можем оценить? Ты скрипачу какому-нибудь дай. Ну, да, я еще без понятия. Я даже не знаю, как играть. Я что-то учил. Что-то учил на скрипке, но сейчас я не вспомню сходу. Ну, в общем, я доволен. Главное, что это реликвия, да? Теперь на ней даже играть можно. Она теперь выглядит поприличнее. Отполировано там все. Очень красиво. Я начал вести телеграм-канал. Ссылка в описании будет. А что ты там пишешь в телеграм-канале? Слушай, там очень классные фотки из мастерской. Это раз. Ну, и во-вторых, я буду стараться туда выкладывать примеры хорошей работы. Самое страшное, что происходит в гитарной мастерской, это когда приносят гитару из-под плохой работы. И ты такой думаешь, блин, как это можно было принять? Так вот, если будете смотреть фотки из этого канала, ну, и читать, что я там пишу, то будете тренироваться. И даже если пойдете в другую мастерскую, сможете не принять плохую работу. Это диверсия какая-то против своих. Ладно, шучу. Оказалось, все лайтово. Мне просто... У меня она в памяти была как какая-то старая разваленная, раздолбная скрипка, с которой ничего не сделать. Но оказалось, что все нормально с ней. Хоть это и подделка. Но лет сто ей, наверное, уже есть точно. Ну, есть. Она выглядит как очень хорошая скрипка. Ну, такая, ну, именно. Прям статусно выглядит. Да, да. Согласен. Очень красиво. Все, друзья. Пока. Пока. Интересно, видно было? Должно было быть.